Благотворительные концерты на рынке лагуны – дело частое. Как правило, организаторам и своеобразным штурманам акций в поддержку детей и семей, нуждающихся в помощи, выступает генеральный директор Наталья Ильницкая. В этот раз подарки и необходимые вещи были вручены представителям детского приюта города Бреста, Дивинского детского интерната и Высоковской школы санаторного типа, а также многодетным семьям Щерба и Михальчук. Около концертной площадки стояли ящики и для пожертвований больным детям – семей Колесниковых и Дубогрий. Также в акции принял участие депутат Палаты представителей Национального собрания Валентин Милошевский, который, совершенно случайно узнав о мероприятии, решил к нему присоединиться и подарить детям витамины. Сегодня на рынке мы открываем концерт, у нас каждые выходные сейчас будут проходить концерты, открываем ее акции «Наши дети». В этой акции приняли участие и мы, и Белая Русь Московского района, и предприниматели, и даже физические лица. Мы говорим всем огромное спасибо за то неравнодушие к нашим детям. Дети эти обделены, конечно, вниманием родительским, хотя государство сделало все для того, чтобы им жилось хорошо, чтобы они имели все. Но сегодня и в полных семьях детям иногда они все получаются. Стоимость товаров и промышленных, и продовольственных, она растет. И это никогда не лишнее, особенно для детей, те, которые лишены родительского внимания. Кстати, незадолго до благотворительного концерта в конце апреля у Натальи Ильницкой был день рождения. Многие зрители и участники мероприятия узнали об этом в день акции. Конечно, каждый из присутствующих поспешил поздравить именинницу и произнеси теплые слава благодарности. А один из юных талантов, участник проекта «Я пою» Никита Щерба, подготовил для нее настоящий музыкальный подарок. Атмосфера на концерте была по-настоящему праздничной. Выступление Марины Житиневой и мастеров юмористического жанра «Хмелевских волоцук», а также оригинального коллектива «Кантри» – мыльное шоу веселого клоуна. Все это создавало неповторимую атмосферу отличного настроения и позитива. Спешащие по своим делам люди останавливались, жертвовали средства на лечение больным детям. Предприниматели также опускали в ящики для пожертвования деньги, которые станут спасительным кругом для тех, кто верит, надеется и ждет помощи. Те, кому когда-то была оказана поддержка, благодаря доброй инициативе Натальи Емельяновны, знают наверняка, что сострадание искусства отдавать – качество, которое у многих людей в крови с самого рождения. Наши дети очень нуждаются в этих акциях, и поэтому мы впервые на такой акции, и я думаю, что первый раз, но не последний, и поэтому дети всегда довольны подарком. Я воспитываю сама шестерых детей. Нас приглашают, Наталья Емельяновна приглашает, когда проводятся акции. Мы очень благодарны ей, что она не забывает и помогает нам. Есть такие моменты, когда действительно помощь, именно в тот момент она очень нужна. Вот эти моменты, наверное, наступают, и человек как чувствует. Поэтому мы всей нашей дружной семьей очень ей благодарны за это. Виктория Драгобецкая, Витархалявка, Норву Главкин, телекомпания Бук-ТВ.